Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. В этот день мы склоняем головы в память тех миллионов людей, которые защитили мир от фашизма. День победы в Десногорске. Яркие победы творческих коллективов. У нас уже стало хорошей, доброй традицией в преддверии великого для нашего народа праздника открывать и сезон, сезон на воде. Смоленские атомщики открыли сезон драконов. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, 10 блоков в ремонте. Седьмой блок Нововоронежский находится на этапе энергопуск. Нагрузка 325 мегаватт. Мощности в работе по концерну 21 745 тысяч мегаватт. Это на 1066 мегаватт выше от запланированного. На Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 2033 мегаватт. Энергоблок номер один 6 апреля находится в плановом предупредительном ремонте продолжительностью 75 суток. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 13 дней мая составила 477 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 6,4 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Гордость за нашу страну, слезы радости и скорби, безмерная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, за их подвиг в борьбе с фашизмом, за мирное небо над головой. Эти чувства буквально переполняли десногорцев, отметивших 9 мая вместе со всей страной 74-ю годовщину Великой Победы. С раннего утра Десногорск, несмотря на пасмурную погоду, заиграл яркими красками от цветов, георгиевских ленточек, алых флагов, воздушных шаров и улыбок горожан. Десногорцы праздничным маршем прошли по улицам Атамграда. Рекой памяти казалось бесчисленное шествие бессмертного полка. Мемориал Курган-Славы в этот день стал центром притяжения всех жителей и гостей города. Здесь участников праздничного парада встречали наши почетные земляки, ветераны Великой Отечественной войны. Словами глубокой благодарности поколению победителей и призывом беречь мир были пронизаны в этот день все выступления на торжественном митинге. Наша история не знает подобия тех подвигов, которые были совершены вперед. Великой Отечественной войны. Подвиг, героизм, самопожертвование. Это все дало возможность нам сегодня встречаться с вами и праздновать этот великий праздник, День Победы. И в этот День Победы, в этот великий день мы говорим большое спасибо нашим ветеранам. Говорим большое спасибо тем людям, которые дали возможность нам жить настоящим, уверенно смотреть в будущее и радоваться жизни. Глава Десногорска Андрей Шубин убежден, что пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. 9 мая – это день общенациональной гордости и славы, несгибаемого духа, доблести и мужества, который наполняет нас верой в торжество правого дела, вдохновляет на преданное и самоотверженное служение Отечеству, придает силы для мирного созидательного труда на героической Смоленской земле. Славя подвиги и мужества наших дедов, отцов и прадедов, десногорские спортсмены провели традиционный легкоатлетический пробег в Коске-Десногорск, преодолев за 2 часа 20 минут дистанцию в 23,5 километра. Участниками забега стали более 35 легкоатлетов, призеры областных, российских и международных соревнований, юные спортсмены. Тысячу километров за 10 дней преодолели участники велопробега «Нововоронеж-Десногорск», организованного концерном «Росэнергоатом». К патриотической акции присоединились более 20 участников со Смоленской, Курской, Балаковской и Нововоронежской АЭС. «Консист ОССМОЛЕНСКИЙ», «Атомэнергоремонт», «Смоленская АЭС-сервис», «Медико-санитарная часть-135». По маршруту следования атомщики проводили акцию «Георгиевская ленточка». В память о героях-освободителях, отдавших жизни за мирное будущее, десногорцы возложили цветы к мемориалу «Курган-Славы», где захоронены более тысячи солдат, офицеров и партизан Красной Армии. Атмосфера Победного Мая 1945 года царила в Десногорске. На площади реабилитационно-оздоровительного и досугового центра звучал духовой оркестр, песни военных лет. Радовали зрителей танцевальные номера в исполнении творческих коллективов профсоюза «Смоленская». Была организована историческая викторина «Перрон Победы» – конкурс рисунка на асфальте. Здесь же поисковики отряда «Обелиск», молодые атомщики, активисты объединений «Юнармия», «Тайфун» развернули военно-патриотическую площадку, провели акцию «Судьба солдата» и «Грузорница для детей», разместили передвижную экспозицию музея поискового движения, работали фотозона и полевая кухня. Каждый год мы принимаем участие в шествии. В этом году мы шли вместе рядом со знаменем. Это для нас гордость. Этот праздник, он вызывает трепет души за то, что ветераны подарили нам чистое небо над головой, за то, что мы можем жить, мы можем наслаждаться, учиться. Я считаю, что данный праздник нужно проводить так, как он проводится в нашем городе. Очень много детей, много родителей, много мероприятий проводится в данный праздник. Это велопробег, забег, который проходил сегодня из деревни Коски в город Десногорск. Это тоже показывает нашим детям, как важно уважать наших дедов, отцов и передавать из поколения в поколение нашу память о погибших, потому что благодаря нашим прадедам мы живем. Вечером праздничная эстафета перешла на городскую эстраду, где выступали творческие коллективы Центра культуры и молодежной политики и гости из Смоленска. В 19.00 Десногорск присоединился к всероссийской акции «Минута молчания». Город погрузился в тишину, чтобы вместе со всей страной вспомнить каждого солдата Великой Отечественной войны, всех, кто ковал победу в тылу. Финальным аккордом торжеств стал праздничный салют. В преддверии майских праздников сразу несколько творческих коллективов сектора культурно-досуговой спортивной работы профсоюза Смоленск АЭС пополнили копилки своих достижений, гран-при и дипломами победителей и призеров. Вокалисты и танцоры побывали на корпоративном и международном фестивалях, выступили на лучших концертных площадках Москвы. В 12-м международном конкурсе фестиваля «Звуки и краски столицы» приняли участие образцовые коллективы ансамбль «Жаворонок» руководителя Эльвира Арсенова, хореограф Александр Хазиков и ансамбль «Кураж» руководители Анна Скорая, Ольга Карпинская. Творческий форум собрал более тысячи артистов из разных стран, показавших мастерство в вокале, хореографии, декоративно-прикладном творчестве и других жанрах. Выступления оценивали ведущие деятели культуры и искусства Российской Федерации. Ансамбль «Жаворонок» в академическом вокале взял гран-при и выиграл денежный грант для участия в фестивале «Аквалоу. Перезагрузка». В эстрадном вокале ансамбль стал лауреатом первой степени. В народном вокале звание лауреата первой степени удостоено Дарья Харченко. Руководитель коллектива Эльвира Арсенова отмечена дипломом «Лучший преподаватель». Ансамбль «Кураж», выступавший с двумя композициями, стал лауреатом первой степени. В фестивале-конкурсе «Московские сезоны-2019» организованным концерном «Росэнергоатом» участвовали более 120 вокалистов из 8 городов присутствия АЭС и Центрального аппарата концерна. Мастерство вокалистов оценивало профессиональное жюри под председательством Народной артистки Российской Федерации Натальи Банновой. В Смоленску АЭС на вокальном марафоне представляли Театр песни «Шанс» руководитель Алла Коробейникова, ансамбль народной песни «Ворожеи» руководитель Ирина Дедышко, концертмейстер Виталий Михайлов, дуэт Яна и Сергей Полищук. Смешанные женские ансамбли Театра песни «Шанс» получили лауреата первой степени. Елена Ткачева в эстрадном и народном вокале взяла гран-при конкурса. Ансамбль «Ворожею» достоин лауреата третьей степени. Дуэт Ирина Дедышко и Елены Ячменевой и сольное выступление Ирины Дедышко принесли им заслуженное звание лауреата в первой степени. Сергей и Яна Полищук, выступавшие дуэтом, стали лауреатами второй степени. Творческие коллективы благодарят администрацию и профсоюз Смоленск АЭС за организацию поездки на фестивали в Москву. Праздничная регата, посвященная дню Великой Победы прошла в городе-спутнике Смоленск АЭС. Под флагами Победы Российской Федерации, Единой России, Росэнергоатома, Десногорска, предприятий и общественных организаций флотилия «Лодок Дракон» прошла по водохранилищу. Традиционный фестиваль «Лодок Дракон» объединил более 60 спортсменов Смоленск АЭС, профсоюза атомной станции, Смоленск АЭС-сервис, ЭЦМ и АЭР. У нас уже стала хорошей, доброй традицией в преддверии великого для нашего народа праздника открывать и сезон, сезон на воде соревнований. Вы знаете, обычно, сколько помню, мы всегда открывали хорошую, яркую, солнечную погоду, настроение у всех хорошее. Но сегодня немножко с погодой нам не повезло, он уверен, от этого настроения хуже не станет. И то, что вы сегодня пришли и приняли участие в фестивале, это говорит о том, что вы не только сильны те, вы сильны и духом. Для десногорских гребцов этот год обещает быть насыщенным и на местные соревнования, и на выездные кубки, и чемпионаты, в том числе международные. Грандиозные планы в этом году, я не знаю, мы такой объем работы провернули в спортзале с ребятами, с девчатами, что хочется верить, это перельется в хороший спортивный результат летом. У нас Севилия, у нас Москва, сейчас отбор вот 16-19 мая в Москве будет отбор, на Европу, которая будет проходить в Москве. Грандиозные планы. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями из жизни станции? Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин